Здравствуйте! Вы смотрите программу новости сроку 24 в студии Дмитрия Круковеца. В начале выпуска коротко о главных темах. Территория бывшего совхоза «Северная» в Сургуте одобрена для застройки по программе комплексного развития территории. Это итог первого заседания градостроительного совета Югры. Археологическим раскопком быть в парке Засай мы обнаружили культурный слой, возможно, представляющий серьезную историческую ценность. Речь о людях, живших здесь задолго до образования города. И в Сургуте машина загорелась во время транспортировки на эвакуаторе. Водитель-погрузчик едва успел снять иномарку с платформы. Территория бывшего совхоза «Северная» в Сургуте одобрена для застройки по программе комплексного развития территории. Это итог первого заседания градостроительного совета Югры. От крупнейшего города региона проекты представлял глава муниципалитета Максим Слепов. Всего их было три. Помимо указанного, это микрорайон ядрового центра города в границах проспекта Ленина и улицы Университетской. Там планируется снести аварийное здание станции юных натуралистов и построить дом для театра актера и куклы Петрушка, благоустроить набережную. Также затронули судьбу микрорайона 27А в границах улиц имени Виктора Пархамовича, Меликарамова, Югорско-Югорского тракта. Там предусмотрен снос старых построек, благоустройство сквера. Максим Слепов рассказал, что обсудил проекты с заместителями губернатора Югры, а позднее представил их на совете. Пока одобрена одна территория для КРТ. Это участок бывшего совхоза Северная в границах Нефтьюганского шоссе и улицы Производственной площадью 80 небольшим гектаров. Там появятся жилые дома и социальная инфраструктура. Мы проговорили о том, что экономическая целесообразность по территории должна быть ключевым фактором, когда мы можем определить ту нагрузку, в том числе социальную нагрузку, которую взять на себя должен будущий инвестор. И зачастую это не только расселение аварийного жилья, где-то это возможность участия финансово в решении вопросов проектирования и строительства объектов социальной фруктуры, в том числе объектов образования. На месте бывшего совхоза Северная планируется, помимо жилья, построить школу на 300 учеников в смену и детский сад на 260 мест. Инвестору после возведения необходимо будет передать земельные участки под соцобъектами в пользование муниципалитету. Нижневартовск представил два проекта. Одобрение получила также одна инициатива по КРТ. По другим проектам, двум сургутским и одному Нижневартовскому, временно исполняющий обязанности губернатора Югры, поручил Департаменту пространственного развития и архитектуры совместно с Департаментом экономики и администрациями муниципалитетов проработать проектное решение и определить социальную нагрузку будущего инвестора и его обязательства. Понятно, что здесь вопрос экономики, поэтому из пяти вопросов, которые мы рассматривали на Городостроительном совете, только по двум было принято решение, по трем мы отложили для того, чтобы как раз помочь муниципалитету в эту самую экономическую эффективность рассчитать и определить социальную нагрузку того инвестора, который зайдет в качестве исполнителя по договору КРТ. Сегодня есть и другие механизмы, которые направлены на то, чтобы в более ранние сроки реализовать потребность строительства и проектирования новых детских седов и школ. Это инфраструктурно-бюджетный кредит, это сегодня средства, которые предусмотрены отдельными программами Минстроя, Министерства образования и Министерства просвещения. Эти механизмы также мы будем эффективно использовать. Молодежь в приоритете. Глава Сургута провел рабочую встречу с председателем Совета регионального отделения Всероссийского общества «Движение первых» Светлана Амельченко и с сургутским активом. Обсудили задачи, поставленные на координационном совете при временно исполняющем обязанности губернатора Югры. Максим Слепов поблагодарил участников организации за вклад в развитие города. Есть и дебютный общий проект. «Движение первых» взяло обязательства по благоустройству территории одной из крупнейших зеленых зон сургута – «Засаймой». Ребята взяли на себя некоторые обязательства перед лесопарковым хозяйством вместе с молодежной палатой при Думе Сургута и готовы помогать в дальнейшем. Ребята, в принципе, все очень открытые, готовы работать. Мы уже с ними больше, с кем-то больше полугодия вместе, с кем-то уже год вместе. Это достаточно открытые ребята, готовые к задачам не только движения первых, но и муниципальных задач. Я считаю, что команда, которая движения первых в каждом муниципалитете трудится, она может быть вполне воспринята как дополнительный ресурс, физический, понятно, кадровый, при исполнении каких-то муниципальных задач. Потому что я точно знаю, что всегда не хватает людей, всегда не хватает ресурсов. Почему бы не объединяться для того, чтобы вообще, в принципе, строить вместе? Объединение после начала учебного года по возвращению ребят из отпусков намерено активно включиться в городскую повестку, сообщил Максим Слепов. И добавил, что администрация поддержит стремление молодежи чувствовать себя нужными и востребованными в Сургуте. Кроме того, мэрия предоставит движению первых помещение на улице Дзержинского с отдельным входом, оборудованным для маломобильных групп населения. Также глава города пообещал прийти в гости на большую встречу с детьми и молодежью. Здесь, я думаю, что дети почувствуют себя, в первую очередь, нужными и важными для города. Во-вторых, для нас очень важно, чтобы дети изменили свое отношение к тем хозяйственным проблемам, которые существуют в общегородских пространствах. В частности, нас беспокоит большое количество граффити. Естественно, это делают не взрослые люди, а делают подростки. Потому что тратятся большие деньги на то, чтобы ликвидировать последствия таких диких разрисовок в городе. Но можно же, в принципе, это все запустить в нужное нам с вами рослое. Археологическим раскопком быть в Сургуте обнаружили культурный слой, то есть остатки жизнедеятельности наших предков, предположительно живших на этой территории задолго до образования самого города в 1594 году. Изучение находки начнется уже на этой неделе. Что могут обнаружить археологи на историческом месте, как проходят сами работы и что будет с территорией парка, после завершения исследований узнавала Эльза Шайметова. В Сургуте в парке Засаймой начнутся археологические раскопки. Обнаружили место расположения культурного слоя еще в 2022 году. Этим летом исследователи приступят к поисковым работам, чтобы определить ценность находки и лучше изучить историю территории. Предварительно обнаруженное историческое место является наземной площадкой, то есть местом жительства или перевалочным пунктом наших предков. Такие пространства характерны для периода 4-6 веков до нашей эры, рассказывают археологи. Здесь в Сургуте у нас не так много объектов археологии в самом городе. Но вот был упомянутый культурный слой города Сургута. В прошлом году в нашей организации более 70 захоронений было выявлено, датированных 18 веком, 19 веком и так далее. Разных слоев общества, разных культур, разных аборигенных, русских и импортных были захоронения. Здесь, скорее всего, это было поселение. Соответственно, культурный слой ориентировочно в радиус всего 25 метров должен быть скрыт. Это требование методики Российской Академии наук, и мы обязаны это исполнять. Раскопки предварительно завершатся через полтора месяца. Археологам предстоит снимать грунт слой за слоем, чтобы после отправить образцы на анализ, в том числе радиоуглеродный. Здесь обнаружен объект селища Сайма-1. Это вновь выявленный объект культурного наследия. Немногие знают, что в черте города у нас находится несколько археологических объектов. Самый известный – это исторический культурный слой города Сургута. О нем многие знают, он находится в районе мемориала славы. И данный объект находится именно в центре нашего города. Наверное, в этом его ценность особая. И он, скорее всего, является предшественником самого Сургута. Многие думают, как поступает археология в музей. Первый этап – проходят археологические раскопки. Ученые изымают предметы, которые найдены, описывают их, перевозят в лабораторию, изучают непосредственно лабораторию, составляют научный отчет и только потом передают в музей. Впоследствии музей занимается изучением этих предметов, описанием, и только потом предметы могут поступить на экспозицию музея. Исследования проведут в рамках муниципального контракта, общая стоимость которого – около 4 миллионов рублей. Всего под раскопки попадут 500 квадратных метров парковой зоны. На месте археологических работ вырубят также и чуть больше 40 деревьев. Обойти этот процесс не получится, так как мероприятия по археологии имеют определенный порядок. Важен каждый слой пространства, которое необходимо изучить. В рамках выполнения работ будет произведена вырубка территории, поэтому, как сказать, пугаться, удивляться не стоит этому. Эти все мероприятия, они необходимы для того, чтобы копнуть информацию о нашей истории с вами. В дальнейшем будет проведен общественный совет с участием общественников, с участием депутатов, администрации города по принятию решения о дальнейшей судьбе данной территории. То есть после всех археологических мероприятий мы сможем здесь выполнять какую-то хозяйственно-бытовую деятельность и реализовать какой-то новый объект. Либо засадить эту территорию также деревьями, либо, может быть, организовать какое-то пространство, необходимое на территории парка. Предположительно, благодаря раскопкам в парке за Саймой, археологам удастся узнать больше про первых обитателей этой территории, проверить, связаны ли эти люди с историей Сургута. Не покидают также надежды найти и артефакты, керамику или изделия ручной работы. Эльза Шайметова, Даниил Панков, Сургут, 24. Югорчане установили антирекорд по переводу денег мошенникам за выходные. После общения с аферистами жители лишились почти 46 миллионов рублей, более 20 миллионов из которых взяли в кредит. Об этом сообщает окружное УМВД. Так, 64-летняя жительница Хантамансийска после диалога с лже-сотрудником Центрального банка лишилась сбережения, имущества и оформила многомиллионный займ. Сначала женщина перевела на безопасный счет 2 миллиона рублей собственных средств, затем оформила 4 кредита на 4,5 миллиона рублей, продала автомобиль, а вырученные средства вновь отправила аферистам. Накануне она все-таки поняла, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В Сургуте машина загорелась во время транспортировки на эвакуаторе. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы, недалеко от кольцевой развязки, у торгового центра «Фараон». Водитель погрузчика заметил пламя, остановился и попытался быстро снять иномарку с платформы, но получилось это сделать в самый последний момент. Три из четырех строп лопнули от сильного жара. Помочь в ликвидации возгорания попытались многочисленные автомобилисты с ручными огнетушителями, но пламя было уже слишком сильным. Приехавшие спасатели зафиксировали, что иномарка была полностью объята огнем. С помощью автоцистерны шлангов возгорания потушили за несколько минут, пострадавших нет. Причину того, почему легковушка вспыхнула, находясь на эвакуаторе, предстоит установить дознавателем. Появилась информация, что разрешения выставлять продукцию на улицу нет. В Сургутино Ивана Захарова, индивидуальный предприниматель, торгующий овощами и фруктами, вышел за пределы павильона, в котором работает легально. Коммерческое помещение находится в многоквартирном доме и управляющей компанией, что обслуживает МКД, подтвердило чиновникам факт нарушения в ходе рейда. Специалисты контрольного управления Сургутской мэрии совместно с сотрудниками полиции организуют подобные рабочие объезды трижды в неделю. За текущий сезон ревизоры составили уже почти 140 протоколов. За аналогичный период прошлого года подобных документов на 1 августа было выписано на десяток больше. Место происшествия улица Захарова, 13-1, уличная торговля несовершеннолетним. Улица Захарова, 13-1, с автотранспортного средства «Газель», «Константин». Здесь мы с вами стали свидетелями интересной ситуации, когда предприниматель уже просто делегировал своим несовершеннолетним детям право торговать незаконно, несанкционированно на парковке возле проезжей части. По данному факту сейчас вызвали сотрудников полиции. Этим вопросом будет заниматься, получается, управление по делам несовершеннолетних в МВД по городу Сургуту. Здесь наверняка возникнут вопросы к родителям данных детей, потому что здесь мы видели совсем малолетних, меньше 10 лет, двоих. Ну и вот девушка, наверное, чуть постарше. Продавать товары с транспортных средств и с прицепов на муниципальной земле законно возможно. Для этого предпринимателям необходимо попасть документально в схему реализации продукции в нестационарных торговых объектах. Напомню, в этом случае бизнесмен должен обратиться в городскую администрацию, если он ведет деятельность в границах многоквартирного дома, то в управляющую компанию. В связи с изменениями требований к внешнему виду павильонов, контрольщики начнут в сентябре новые рейды, обойдут специалисты по меньшей мере 300 объектов. И чтобы совсем уже было аргументировано, понятно, сотрудники полиции в случае выявления факта торговли немаркированной продукцией вообще могут ее взять. Имейте это в виду, доведите это до руководства, сейчас еще получите здесь описание от управляющих компаний. Сейчас вступает в силу у нас новая редакция статьи 16 правил благоустройства, которая предписывает кроме разрешения управляющей компании, то есть договор, общее собрание собственников, также еще и согласовать этот объект, его внешний вид, эскизный проект в архитектуре. Департамент архитектуры с 1 сентября по всем объектам, которые этого не сделали, мы будем выходить в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства, выдавать предписания, за неисполнение которых есть штраф, предусмотренный статьей 19.5 КОАП, РФ, и требовать, в том числе через суд, исполнить требования предписания. Это была последняя информация выпуска. Все новости читайте и смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Детское радио. Детское радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. 11 августа на летнем фестивале ОМЕДИА откроется интеллектуальная зона. Главные темы тренингов. Страх выступлений. Эффективность командной работы. Пять главных ошибок предпринимателей в продвижении. Безопасность соцсетей. Лидерство и софтскилз. Билеты по QR-коду. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный. И порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Мы знаем, вы ждали его. 11 августа на площади Сургу. Ежегодный летний фестиваль группы компаний ОМЕДИА. Спорт, интеллект, развлечение и музыка. 11 августа, 12 часов. Следи за подробностями на площадках ОМЕДИА. Генеральный партнер компания ДСК-1. Автопартнер группы компаний Автоуниверсал. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине Цветы мира. Югорский тракт 7.4. Блок А. Телефон 70707. Ты изменяешь мне с Морисон? Нет, мы просто гуляли. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Управляйте домофоном из любой точки мира.